Но при наличии вот этой плетки можно будет сделать следующее. А вот это для чего все это делается? Я считаю, что на следующем этом сроке, на вот этой каденции шестилетней мы увидим трансформацию системы, ее части системы в наследство династическое. Наверняка мы увидим перемены в правительстве, куда будут заведены уже дети. Ну, конечно, можно там, кто-то скажет, что я фантазирую, а зачем Кате Тихоновой или Марии Воронцовой или кому-то еще, Дима Патрушев уже есть, туда заходить. Но это часть плана. Они собираются власть оставить своим детям. Вот этот нобилитет собирается оставить своим детям. И вот любое возмущение против того, что какие-то мажоры вдруг станут последними, вот этой гигантской одной девятой суши, нужно обеспечить не быстро, не скачкообразно, медленно, спокойно. Но для этого нужен весь инструментарий подавления, для того, чтобы никто, никто не возмутился этой перемене. Как бы там ни был Путин на восьмом десятке, как бы он ни хорохорился, это процесс в одну сторону, он не обратился. И ему очень важно до своей немощи, там, большой, маленькой, кому как, создать все условия, чтобы максимально плавно, максимально безболезненно, безрисково прошел этот процесс передачи власти, долгой передачи власти. Это же не транзит. А какой здесь транзит? Кому как транзитируешь? Твоей дочери... Тем более вы Дмитрия Патрушева упомянули, но как раз последняя вот эта история, когда он... Когда куры его опровергали, это же была невероятно смешная история. То есть все разговоры о Патрушеве, как кандидате в президенты, они были похоронены. Вероятно. Вероятно. Патрушеве и курятника, которого перебивают куры, опровергают. Вот. В этом что-то тоже есть. Это чисто аппаратное, ну, знаете, как в аппарате, значит. Ну, опустил нормально, так сказать, ветер ноги, да. И низко с яйцами. Что у тебя с яйцами? Ну, то есть, да, что-то в этом есть. Но это не значит, что его совсем уберут из пешки. Его просто подвинут на его клетку. Как в анекдоте я много рассказывал, почему сын генерала не может стать маршалом. Потому что маршал свой сын. С чего это ты намерился стать маршалом? А наши дети куда? Ну, извини, на свои жерночки крутить, как хочешь, в генеральском звании. Поэтому, наверное, это как-то связано. Мне так кажется. Наверное, это как-то связано. Если бы он совсем хотел его погасить, то кто-то бы и не попал бы на место. Это не вопрос. Да будь, вот жерночка-то, вот она твоя. А вот на эти жерночки есть еще претенденты из числа моих многочисленных жен, детей, внуков, там бог знает кого. Причем этот процесс идет параллельно. Вот в том же Беларуси мы же это наблюдаем. Ну, я сейчас не беру. В Азербайджан, там все понятно, это давно уже состоялось. Ну, то есть в Беларуси тоже готовит он коленьку. Ну, коленьку готовит, конечно, приедет. Ну, это же очевидно, ну, как непонятно. Ходит коленька какой-то. То ли в Китае учится, то ли где-то. Это процессы, которые совмещены. Хорошо, давайте в Чечне посмотрим, что происходит. Вот уже вот мы видим, товарищ уже весь в орденах уже идет на... Ну, да, и мужчина может действовать. То есть всех готовит куда-то. То есть они по-другому не понимают. Там гендерная проблема. У него все-таки девочки пока. Да, Екатерина Третья, конечно, это может быть. Говорит. Особенно, так сказать, вот в целом вся эта маскулинность, вся эта женщина должна рожать, так сказать, и больше ничего. А смотрите, Игорь Александрович, мы же не знаем. А мы же не знаем. Может быть, это промежуточный какой-то ряд. Пока не подрастет более мелкие отпуски. Мы же этого не знаем. У нее там два сына вроде от Кабаевой. У нее внуки. То есть мы же не знаем, сколько он собирается жить. Может, он еще 20 лет проживет. Так там вот так отряд. Помните, как у одного испанского короля вся гвардия из 500 человек состояла из его детей? Ну, как бы кто сказал, что в принципе это невозможно вообще? Кто сказал? Ну, наверное, какая-то схема, какая-то пролонгация. За эти ближайшие 10, как он может быть мыслит, может, у нее нет этих 10 лет, подрастут следующие. И там, как они все это окружат, все своими детишками. Но это логично. Понимаете? Вот такая позиция, она логичная. Во всех отношениях. Возможно, они думают о каком-то триумвирате или каком-то коллегиальном. И такое может быть. Но он разные варианты прикидывает. Разные варианты прикидывает. А с другой стороны, а как поверить в то, что он свою немощь встретит при окружении, которое состоит из таких же алчных стоящих Дим Патрушевых, которые, сами понимаете, еще неизвестно, кто хуже. Дим Патрушевых или Дим Патрушевых. И главная, видимо, проблема гендерная. Что у нее две дочери. Ну, что делать? Дети у нее уже есть, но они пока еще маленькие. Значит, тянуть, тянуть, тянуть. Как в их среде говорят бракоделы. Одни девочки. Бракоделы. Поэтому это в утилитарных целях идет огрубление системы. Не просто потому, что ему нравится расстреливать и так далее. Не поэтому. То ему может и нравится, но это нет. Не только поэтому. Я прошу прощения. Он очень комфортно себя чувствует в условиях вот этой вот застойной войны. Он радуется этому. Но это видно просто. Ну, конечно. Не, только не проигрываемой войны. Пусть она затяжная. Не дай бог не проигрываемой. Поэтому пока она затяжная война в позиционной стадии, в условиях военного равновесия, такого эквилибриума между украинской стороной и Россией, то, конечно, да, это комфортно. Очень плохо, когда ты проигрываешь эту войну, даже если она затяжная. И если даже линия фронта меняется медленно, ну, ты явно не побеждаешь, явно не выигрываешь. Поэтому это тоже есть в своей опасности. А потом, чем больше она и дольше длится, там, неизвестно, как справляться с издержками. Ну, можно справляться, но и дезертирство, и все остальное, и недовольство, оно может расти. Может. Не обязательно, но может. Поэтому тут тоже есть. Прекратил войну, закончил ее, ну, вроде как, все довольны там, да. А продолжаешь и продолжаешь. Много необъяснимых, непредсказуемых и, в общем, извивов. Слушайте, она частью дошла и до событий 23 и 24 июня с Пригожиным. Один из аргументов был, вы просто-напросто убиваете людей. Зачем вы это делаете? Вы столько народу перебили. Там Пригожин, покойно, об этом говорил. Это публично звучавший тезис был. Это же не какая-то там, так сказать, вымысел чей-то. Ну, извините, Пригожин-то ваш человек. Поэтому, я думаю, что, тем не менее, вот его стратегия, это после пресс-конференции, для меня очевидно, что он после так называемого этого 17 марта, дня выборов так называемых же, он займется этим. Это тоже может занять время, это не один день, но, тем не менее, он будет двигаться в этом направлении. Потому что представить либерализацию, смягчение или просто такое ровное горизонтальное движение, он не может. Как раз из цели того, что ему нужно уже думать о преемственности власти по отношению к своим родственникам. Это важный момент, центральный момент, потому что на восьмом десятке это уже уместно об этом думать. А вот, знаете, на девятой десятке уже поздновато. Он и так уже приближается к возрасту Брежнева. Тот 76, я думаю, 72 идет, понимаете. А что, 4 года запаса? Ну, опять же, Брежнев, понятно, и пил, и сиборит был, и у него два инфаркта было, там много чего. Этот выглядит поздоровее, явно. Не курит, не пьет. Но это не означает, что он этих страхов не испытывает. Вообще не означает. Совершенно не означает. Поэтому я полагаю, что цели эти именно есть. Что-то... Продолжение следует...